Кумир тинейджеров Егор Крит на днях отпраздновал свой 21 день рождения. Объект желания всех школьниц страны закатил вечеринку для избранных в одном из ночных клубов столицы. В этот вечер выручка заведения была явно запредельной, ведь прийти в клуб мог каждый, а девушек, желающих приблизиться к звездному телу, было предостаточно. Но попасть на веранду, которую оккупировал именинник и его гости, простым смертным было невозможно. Наблюдать за красавчиком-фанатком приходилось издалека. Друзья и подруги щедро одаривали Егора подарками, а любвеобильный артист не жалел поцелуев и объятий. Телеканал РУ-ТВ в лице креативного продюсера Елены Боско вручил Криду портрет кисти известной московской художницы Дарьи Мосс. Это произведение искусства в ближайшее время украсит квартиру холостяка. В числе счастливец, приглашенных скромным парнем, оказалась и глюкоза. Откровенный белоснежный комбинезон певицы добавил в вечеринки Перчика. Невероятные совпадения на дне рождения Егора. Знаешь, у нас с тобой вообще... Что происходит? Мне кажется, мы обе надеемся его обостить рано или поздно. Ну нет, я-то точно нет, я-то замужем, ты забыла что ли? Точно, точно. А тебе я желаю удачи. Много людей в белом. Все задаются вопросом, почему все в белом, почему все в белом. Просто спадебная тема с тобой ассоциируется у всех. Невеста, что мне, что ему приносит удачу. Вот песни, они вот не просто так пересекаются. Спустя сколько лет после этой песни вышла замуж? Я, ну, кстати, очень быстро, так что смотри, ты долго не погуляешь. Крит знает, как разжечь девушках максимальный интерес. Главное, не выходить из образа, вечно ищущего настоящую любовь. Такой красавчик и все еще одинок. В это сложно поверить. Но подруга врать не будет. Елена Караулова уверяет, что певец готов к серьезным отношениям. У него сейчас нет девушки. Он одинокий, жаждущий, страждущий, ищущий. И он очень ждет свою любовь. Ну, все мы знаем, что у него бывает по 36 концертов в месяц. Его девушке не позавидуешь. Ну, почему? Он хорошо зарабатывает, его девушке позавидуешь. А с финансами у этого артиста лейбла «Блэк Стар» скоро будет не хуже, чем у Тимати. Зашкаливающая популярность уже принесла ощутимые плоды. В свой день рождения Егор подарил себе новенький «Мерседес» и сводил родителей в шикарный ресторан. Ты наверняка оплатил счет в ресторане за родителей, а ведь не каждый 21-летний парень может себе это позволить. Я скажу больше. Мне папа, вот мы сейчас с ним сидели, обсуждали, он говорит, сынок, мы сидим в бане с мужиками, и я вот сейчас рассказываю о том, что мой сын полностью на собственном обеспечении купил себе машину и так далее. И ему очень приятно, и он гордится. Вот это для меня самое важное. Но участь Макалея Калкина или Линдси Лохан, на которых популярность тоже свалилась слишком рано, Криду вроде бы пока не грозит. Несмотря на наступившее совершеннолетие, Егор игнорирует алкоголь и ведет абсолютно здоровый образ жизни. Не пью сегодня, кстати, тоже я не буду пить алкоголь, не курю сигареты, не употребляю наркотики и стараюсь делать так, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. И поэтому я надеюсь, что мне это не грозит, если только я уйду в сильную депрессию из-за какой-нибудь девушки с рыжими волосами и с фиолетовыми губами.